Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы опять про WordPress. Ссылка на плейлист со всеми скринкастами в описании к видео. А сегодня о резервном копировании. Итак, проще всего работать с резервными копиями с помощью какого-нибудь внешнего плагина. Благо, что большая часть из них бесплатная. Теоретически почти все, а может быть вообще все хостинг провайдеры также делают резервные копии. Это вшитая услуга, но я покажу как это делать с помощью стороннего плагина, так как хостинг провайдеры все разные и реализовано соответственно у всех это по-разному. Я использую достаточно простой плагин Backup WordPress. Название прямо скажем не эксклюзивное, и найти его здесь не очень просто. Легко можно перепутать и скачать что-то другое. Поэтому качайте плагин с WordPress.org. Ссылку оставлю в описании. Ну и процедуру установки из архива пояснять не буду, надеюсь вы это знаете. Если не знаете, следите за руками, тут все просто. Я кстати рекомендую заходить по SSH, то есть по защищенному протоколу. О том, что такое SSH и как с ним работать, я делал целых три скринкаста. То есть тема раскрыта, ссылку оставлю в описании. Итак, установили, активировали, идем в инструменты и резервные копии. Вот собственно наш плагин и нас тут интересуют настройки. Настроек тут очень мало, но мало это не всегда плохо. Все что нужно тут есть. Итак, можно сохранять только файлы, только базу данных, либо и то и другое. Потом если сайт не меняется, можно сохранять только базу. Но вообще что это и в чем различие, я покажу позже. Так, далее расписание. Тоже понятно. Если у вас очень динамичный сайт, можно хоть раз в час его бэкапить, но у меня сайт вообще статичный, там одна статья в месяц максимум появляется, так что в моем случае пункт только вручную. Ну то есть мне нужно будет нажать на кнопку сделать бэкап. Ну и собственно все. Закончили настраивать, можно делать резервную копию. А именно запустить сейчас. Я говорил, что в моем случае нужно будет нажимать на кнопку. Ну вот это собственно та кнопка и есть. Все, процесс пошел. Вот тут адрес, на который придет уведомление со ссылкой на готовый бэкап. Это в настройках тоже прописывается, забыл сказать. Но в принципе после окончания процесса мы можем здесь нажать на кнопку загрузить и скачать наш бэкап. Понятно, что актуальным является последний по времени. Итак, вот он наш скачанный бэкап. Что тут есть? Ну собственно тут есть сайт. То есть то, что называется файлами. Если сейчас взять это все и просто переложить на сервер, то мы полностью установим сайт. Ну то есть тут внешний вид, все плагины и так далее. Видите, эти файлы полностью соответствуют тому, что лежит у нас на сервере. За исключением вот этого файла с расширением SQL. Это база данных. Сайт, я надеюсь вы это знаете, состоит из оболочки файлов, PHP, HTML, CSS и так далее. И базы данных. То есть таблиц, в которых разложена вся информация сайта. Тексты, фото заголовки и так далее. Все в своих ячейках. И собственно вот эта информация, информация сайта содержится вот в этом файле. Давайте сейчас я покажу, что происходит при восстановлении базы данных. Вот у нас сайт. Вот мы возьмем, например, и удалим одно изображение. Навсегда. Что у нас произошло? Ну логично, все сломалось. Но бэкап-то мы делали до того, как все сломали. И там, я надеюсь, в базе данных это изображение осталось. Как восстановить базу? Через PHP MyAdmin. Доступ к MyAdmin предоставляет хостинг-провайдер. Значит у разных провайдеров это по-разному. У меня вот так. Вот наша база данных. Нажимаем импорт. А нет, давайте сначала перекинем файл, потому что сейчас он в архиве и MyAdmin его не откроет. О, вот. Теперь он у нас не в архиве. Импорт. И выбираем, где лежит файл. Все. Тут есть еще какие-то настройки, но обычно достаточно того, что стоит по умолчанию. Вперед. Все. Импорт успешно завершен. И что у нас происходит на сайте? Обновим страницу. О, класс. Фотография подтянулась. Так как мы перезалили старую базу, в которой эта фотография еще присутствовала. Действия могут показаться сложными и лишними, но вы никак не можете спрогнозировать, что может случиться. Чего только не происходит на этой земле. Поэтому иметь резервную копию это всегда хорошо. Все любите друг друга. Создавайте резервные копии. Не искушайте Господа напрасно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.